Отлично. Так, ну что, давайте потихоньку начинать. Я сегодня хотел рассказать про градиентный бустинг. Это другой способ делать некоторые композиции, точнее не композиция, а это можно назвать тоже ансамблем, деревьев, ну или обязательно деревьев, некоторых других алгоритмов. Конкретно градиентный бустинг над деревьями сейчас является, наверное, самым популярным способом машинного обучения, если речь касается не каких-то сложных данных, типа картинок и текста, а что-то простого, типа когда у вас есть табличка, в этой табличке есть признаки, которые могут быть числами, категорами, вот такая самая простая постановка. Ну, давайте поговорим немножко про градиентный бустинг. Что такое градиентный бустинг? Основная идея такая. Есть у нас какой-то алгоритм машинного обучения. Этот алгоритм делает какие-то предсказания, и мы можем посмотреть на ошибки этих предсказаний на наших данных. Идея состоит в том, что мы хотели бы сделать эти ошибки как можно меньше, например. И давайте сделаем такую вещь. Вот мы получили какие-то ошибки, а потом давайте обучим следующий алгоритм, который будет пытаться скомпенсировать эти ошибки. Иными словами, у нас есть такая последовательность алгоритмов, которые устроены таким образом. Значит, у нас есть какой-то B0, базовый алгоритм. Как правило, B0 — это просто какая-нибудь константа. Значит, пусть у нас есть B0, который устроен так. Это некоторый способ предсказывать Y типа X, который, например, устроен просто как B0 от X равняется константа. Допустим, мы решаем какую-нибудь задачу, не очень важную задачу классификации, задачу регрессии, но какую-то задачу супервайз для них. Значит, B0 равняется константа, а дальше каждый следующий B устроен таким образом. Bn плюс 1 от X, это есть Bn от X, плюс какой-то An от X, где An — это результат применения некоторого базового метода машинного обучения. То есть получается такая сумма предсказаний нескольких алгоритмов. Поскольку я здесь пишу плюсик, то подразумевается, что An и Bn возвращают какие-то числа. Если это, например, алгоритмы классификации, то это могут быть вероятности принадлежности соответствующего Y к классу A1. Значит, получается вот такая штука. Дальше возникает вопрос, а как находить вот этот самый An от X? Самый ант может быть каким-то из методов машинного обучения. Как правило, сейчас на практике используются решающие деревья. Но, в принципе, это может быть все что угодно. Как обучать вот этот самый An от X? Ну, давайте нарисуем такую картинку. Значит, вот у нас есть данные. Наша обучающая выборка. X1, Y1 и так далее. X, N, Y, N. Или давайте я здесь буду писать не N, но хотя бы N, так N. Нет, сейчас это будет путаться с тем N, который сверху. Давайте я здесь буду использовать другую букву, пусть будет N. Значит, у нас есть L объектов в обучающей выборке. И дальше можно посмотреть на такую штуку. Вот давайте я рассмотрю какую-нибудь функцию потерь L, Y, Y с крышкой. Какая это функция потерь на одном объекте? Например, Y минус Y с крышкой в квадрате для задачи регрессии. И что я хочу сделать? На N шаге моего алгоритма я хочу выбрать так вот этот самый A, N, чтобы ошибки предсказания, вот эта самая функция потерь на моих данных была бы как можно меньше. Но как это можно переформулировать? Можно сказать так. Вот давайте такую картинку дорисуем. Значит, я сейчас буду рисовать картинку. Эта картинка, вообще говоря, должна быть очень многомерной, потому что она рисуется в пространстве предсказаний. Но давайте я буду считать, что у меня всего два объекта, просто чтобы эту картинку нарисовать. Значит, и у меня здесь будет две координаты по Y. Значит, это наше предсказание. Где-то на этой плоскости есть точка с настоящими значениями Y1 и Y2. Значит, давайте рассмотрим нашу функцию потерь. Давайте рассмотрим общую функцию потерь, которой есть сумма по всем и от 1 до L. L, Y, 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 Y с крышкой. Вопрос. Как устроены линии уровня этой функции на этой картинке? Значит, давайте считать, что у нас самая вся функция потерь L – это просто разность квадратов. Простите, квадрат разности. Значит, давайте я как-нибудь вот эту штуку тоже обозначу. Допустим, я ее обозначу буквой Q. И это Q – это функция от Y1 и так далее, YL с крышками. Значит, вопрос. Как устроены линии уровня функции Q? Вот на тех осях, которые я нарисовал. Кто может сказать? Нет. Окружности, да. Значит, окружности. В одном случае просто частной окружности с центром в отваде самовызянной точки Y1 и Y2. Какие-то вот такие вот штуки. Значит, это моя функция Q. Значит, это линии уровня. Теперь, пусть я нахожусь вот в этой процедуре, пусть я нахожусь на шаге N. Хочу перейти к шагу N плюс 1. Это означает, что у меня есть уже задан, как бы рекурсивно задан BN от X. И я могу построить предсказание этого самого BN на каждом из моих объектов обучающей выборки. Получается, какая-то точечка, допустим, вот такая точечка – это будут предсказания на N шаге. Значит, давайте я какую-нибудь эту точечку обозначу и скажу, что это Y в данном случае первая N, T, Y – вторая N. Значит, где Y и T с крышкой N, это BN, T от X. Значит, предсказание N нашего алгоритма на item-объекте. Вопрос. Значит, чему я хочу, чтобы было равно предсказание алгоритма A, N этого? Значит, давайте я перетушу сюда, или давайте просто вот так сделаю. Значит, давайте посмотрим на всю картинку. что является целью алгоритма A, N, T. На что мне нужно обучать A, N, T. Понятно, что я спрашиваю? Значит, вот у меня A, N, T – это какой-то алгоритм машинного обучения. Чтобы его обучить, мне нужно задать какой-то вектор правильных ответов. Что является правильными ответами для вот такой задачи, которую мы сейчас решаем? A, N, T – это минус A, N, T. Да, совершенно верно. Значит, геометрически это чему соответствует на картинке? Значит, вот… Денис, а можете сразу всем ответить, потому что вы сейчас только мне ответили, да? Так, ну хорошо, а на картинке к чему соответствует? Ну да, значит, если я смотрю сразу на все компоненты, то это просто будет вот такой вектор, который смотрят в точку Y1 и Y2, в наш настоящий правильный ответ. И теоретически я должен был бы обучить мой алгоритм A, на него обучающей выборкой должны быть компоненты вот этого вектора. Но на практике делать немножко по-другому, потому что сначала нужно сказать, что те методы, которые мы сейчас будем использовать, это, как правило, будут методы, которые не очень гибкие. Потому что если они будут очень гибкими, то вот такая композиция, которая делается в виде суммы, она очень быстро переобучится. Значит, в отличие от решающих лесов, где мы боремся с переобучением тем, что мы усоединяем результаты по разным обучающим подвыборкам, здесь есть большая опасность переобучения, как бы нет никакой встроенной защиты от переобучения. И в качестве такой защиты мы используем тот факт, что мы хотим, чтобы наши базовые алгоритмы, они были бы совершенно простыми. На практике это будут какие-то не очень глубокие решающие деревья. Это означает, что когда я обучу мой алгоритм на конкретном векторе, я на самом деле получу в качестве предсказаний этого алгоритма, получу не сам этот вектор, а получу какой-то другой вектор. Какие-то другие будут предсказания, например, вот такие. То есть совершенно не факт, что я смогу попасть ровно в эту точку. Теоретически я, конечно, потом могу обучиться, я сделал следующий шаг, снова обучиться на разности и так далее, но на практике так не делают. Вторая причина, почему так не делают на практике, состоит в том, что вот это просто вычисление вот этого вектора, который смотрит ровно в нужную нам точку, оно как бы полностью игнорирует то, какая у нас функция потери. Мы обсуждали, что разные функции потери приводят к тому, что алгоритмы могут действовать по-разному, приводить к разным результатам. И нам хотелось бы здесь тоже учесть тот факт, какая именно функция потери у нас задняя. Поэтому вместо того, чтобы использовать в качестве вот этого целевого вектора, использовать просто разность между значениями в данных правильными ответами и нашим предсказанием, используют немножко другую штуку. Используют градиент по функции q. Давайте посмотрим, как это работает. Целевые значения для А и Антона. находятся следующим образом. Это будет S, S, E, T. Значит, идея такая, что мы решаем задачку минимизации какой-то функции. Мы знаем, что у нас значение функции потери в самой вот этой точке y1 и y2 самое маленькое. Мы знаем алгоритм минимизации, который чаще всего используется. Это градиентный спуск. Давайте здесь тоже применим градиентный спуск. Это будет уже как бы градиентный спуск. То есть мы будем сейчас считать градиент не в пространстве, а в весов нашего алгоритма. Мы будем считать градиент в пространстве предсказания. Значит, вот у нас есть функция L. Она зависит от y, и, 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 и с крышкой. И давайте мы ее продефиненцируем по этому самому y, и, и, и с крышкой. Мы будем рассматривать вот такой градиент. Значит, S и T, это есть, давайте я так напишу, D, Q по D, Y и T с крышкой, или D, L по D, Y и T с крышкой. Посчитанная в точке Y и T с крышкой равняется B, N, T от X и T. Значит, L это функция от двух переменных, от Y и T и Y с крышкой, но Y и T мы сейчас считаем фиксированным, это, потому что у нас есть в данных, то, что у нас меняется, это Y и T с крышкой, и мы как раз рассматриваем градиент. Собственно говоря, ровно вот на этой картинке нас интересует градиент вот в этой точке. Вот. Так, давайте я, наверное, где-нибудь здесь минус еще поставлю, потому что это все-таки, мы хотим все-таки двигаться в сторону антиградиента, поэтому поставлю здесь минус. Значит, вот эти S и T, мы таким образом получили целый вектор. У нас есть теперь вектор S1 и так далее, Sn. И дальше мы хотим сделать шаг в направлении вот этого самого антиградиента. Значит, а антиградиента обучаются на данных такого бита. Эльмерный, да, да, спасибо, Эльмерный, конечно. Вот такая штука. Значит, на самом деле, если вы сейчас посмотрите на картинку, которую я нарисовал, то у вас может постигнуть некоторые недоумения, потому что чему равняется вектор антиградиента для случая вот того, который нарисован на картинке? Куда он смотрит? Значит, вектор антиградиента. Значит, для квадратичной функции потери, вот для той картинке, которую я нарисовал, куда смотрит вектор S1 и так далее, Sn, в каком направлении? Так, скажите, кто-нибудь, какое направление вектора S1 и так далее, Sn, ну, в данном случае, L равняется 2, поэтому просто S1, S2, в этой картинке, которую я нарисовал. Куда смотрят вектор антиградиента? Или задайте какой-нибудь вопрос у Смени. Если трудно ответить на тот вопрос, который я задал, задайте какой-нибудь свой вопрос. От центра, да. Да, но сам градиент от центра, значит, центр это имеет в виду центр окружности, вот, то есть, зелененькая точка Y1 и Y2. Значит, сам вектор градиента будет смотреть от центра, а, соответственно, у нас здесь вектор антиградиента, потому что я здесь поставил минус, поэтому он будет как раз смотреть ровно в центре. То есть, в принципе, для случая квадратичной функции потери, тот алгоритм, который я сейчас описал с вычислением антиградиента, это в точности то же самое, что просто искать направление на правильный ответ. Но если у нас есть какая-то другая функция потерь, например, в задаче классификации у нас будет, допустим, в качестве функции потери использоваться логистическая функция потерь по другому устроению. Там, конечно, это может быть уже неверно. Но, тем не менее, то есть, туда этот подход с вычислением антиградиента, он универсален и подходит для любой функции потери, причем он учитывает, как бы, как эта функция потерь устроена. Дальше. Значит, понятно ли, есть какие-то вопросы по этому поводу? Так, хорошо, вроде бы понятно. Едем тогда дальше. Так, смотрите. Значит, я здесь написал, что аэнты обучаются на этих данных. Заметим, что даже если исходная задача была задачей классификации, то вот эта задача обучения аэнтова обязательно будет задачей регрессии. Потому что S1 и так далее, S1 — это какие-то градиенты, какие-то чиселки. Значит, как правило, в качестве способа обучения вот этого самого аэнтова используется просто для того, чтобы задать, как обучать этот аэнт, и нам, в другом случае, нужно задать какую-то функцию потерь для него. Она не будет никакого отношения к функции потери сходной задачи. Чаще всего это будет просто квадратичная потерь. Значит, аэн обучается на вот таких данных с помощью квадратичной функции потери. Как правило. Ну, по крайней мере, в оригинальном алгоритме градиентного бусинга использовалась именно квадратичная функция потери. Вот. Дальше. Ну, хорошо. Обучиться-то мы обучились, но идея такая, что мы с помощью вот этого вычисления антигредиента нашли направление, вдоль которого двигаться. А насколько далеко вдоль него двигаться? Ну, тут можно придумывать какие-то разные методы, но, опять же, в классическом алгоритме градиентного бустинга используется следующий. После того, как выбрано направление, мы делаем то, что называется наискалейшим спуском. То есть мы находим вдоль этого направления, находим точку, в которой по этому направлению значение функции потери будет минимальным. Значит, это уже некоторая задачка одномерной оптимизации. Она в какой-то ситуации может решаться вообще в общем виде, просто в явном виде, в замкнутой форме. Но если нет, то можно теоретически делать либо просто, ну, любой метод одномерной оптимизации. Например, это может быть просто метод Ньютона. Как правило, там одного шага между Ньютоном уже достаточно, чтобы получить какое-то разумное подвижение. Значит, получается такая штука. Значит, на самом деле, я здесь написал, что у нас БН плюс первое будет БНТ плюс просто АНТ от ИС. Но на самом деле не совсем. Значит, мы решаем следующую задачку. Значит, мы находим некоторую гамму. давайте скажем, что это гамма НТ, которая устроена так. Она минимизирует функцию потерь в точке... То есть, как ее обозначить. Сейчас, БНТ... БНТ от ИС. Ну, давайте я напишу здесь так. БНТ от ИС1 плюс гамма Н. Значит, мы все это минимизируем по гамму НТ. То есть, это означает, что мы смотрим, насколько сильно нам нужно пройти в направлении, которое мы выучили. Это направление не обязано совпадать с настоящим направлением антигредиента. Это будет какое-то к нему приближение. Но, в любом случае, вот в этом направлении мы пытаемся шагнуть настолько, чтобы минимизировать функцию потерь. К этому моменту у нас АНТ уже выбран, он уже обучен. И теперь мы просто выбираем шаг. После того, как это гамма НТ найдено, мы делаем этот шаг, но, опять же, на практике мы делаем этот шаг не совсем весь, а мы делаем некоторую часть этого шага. Выбирается некоторый это, какой-то learning rate. Это какая-то универсальная константа, которая не меняется. Фиксировано. Это некоторый гиперпараметр. И дальше в качестве ВН плюс первого по определению выбирается такая штука. это есть БНТ от Х плюс это на гамма Н от Х. Гамма Н на АН от Х. То есть мы вычлили сначала то, насколько нужно дойти, чтобы совсем все менее делалось, а потом делаем шажочек поменьше. Кто угадает, почему мы делаем шажочек поменьше? Почему? Зачем нам вообще вот это понадобилось? Значит, это, она меньше единиц. Думаю, не сделаю шаг прямо вот в сторону, прямо вот в точку, которая совсем все не видит. Можем прыгать вокруг, да, можем прыгать вокруг экстремума. Это, видимо, правда. Да, мы как бы хотим, ну, по всей видимости, одна из причин, почему мы не хотим делать шаг прямо вот далеко на то расстояние, которое мы нашли. Это, опять же, все-таки у нас постоянно такая игра, что с одной стороны мы хотим, с одной стороны мы хотим попасть вроде бы вот в эту точку минимума, а с другой стороны мы не совсем хотим в нее попасть, потому что нас это интересует не минимизация ошибки на обучающей выборке, а нас интересует минимизация ожидаемой ошибки для новых данных. И с одной стороны мы хотим давать точное предсказание на обучающей выборке, потому что это, в общем, наша задача минимизации, которую мы решаем, а с другой стороны не хотим, потому что переобучимся. И, значит, один из способов борьбы с переобучением состоит в том, что мы, опять же, пытаемся найти не идеально вот это расстояние, которое пройти, а делаем чуть поменьше шажки и так будем постепенно к этой точке приближаться, и, может быть, даже не совсем к этой точке, а куда-то рядом, но как-то оказывается, что вот этот самый градиентный алгоритм, он не совсем, мне лично не совсем понятно почему, но почему-то выдает результаты, которые хорошо вобщаются. Ну, собственно говоря, на практике используется не совсем, используется не полный градиентный спуск, а используется что-то вроде стихотического градиентного спуска, который вы реализовывали в последней дамашке. И удивительным образом оказывается, что вот такие стихотические градиентные алгоритмы приводят к ответам, которые хорошо вобщаются. Ну, по крайней мере, вот этот эффект, который хорошо виден в нейросетях, нейросети должны бы, по идее, все ужасным образом переобучаться. Но, значит, оказывается, что за счет использования трехотических градиентных распусков, видимо, не совсем пока понятно почему, они переобучаются в меньшей степени. Насколько я понимаю, вот здесь используется какая-то похожая логика. Вот, ну вот в общем, в общем и целом алгоритм мы установим примерно так. Значит, что используется на практике? Значит, это общая постановка алгоритма координатного густа мира. Давайте посмотрим, понятно ли, как он работает в целом. Есть ли какие-то вопросы? Хорошо. Значит, на практике обычно используется алгоритм, который называется градиентным бустингом над деревьями. Давайте такой вопрос на засыпку. Что, допустим, если у меня есть линейная регрессия, над ними можно использовать градиентный бустинг? Использовать в качестве базового алгоритма линейную регрессию. Имеет смысл или нет? Почему деревья? Почему не что-то более просто линейные деревья? Что будет, если я буду в качестве базового алгоритма, в качестве вот этих ашек, использовать просто линейную репрессию? Можно прям включить микрофон и сказать? Спасибо. Спасибо. Так, ошибка не будет меняться. Почему она не будет меняться? Что будет, если я возьму вот такую аддитивную композицию сумму линейных регрессий? Сумму линейных моделей. Что получится? Да, у меня Денис прав. Действительно, получится снова линейная модель, и поэтому, в общем, сумма линейных моделей просто линейная модель. Поэтому мы не получим никакого нового объекта. На самом деле, если вы будете просто применять линейную регрессию, буквально, вот будете делать грезинтный бустинг от линейной регрессии, то у вас, как бы, все... Значит, у вас, начиная со второго шага, будет просто, кстати, хорошее упражнение, посмотреть, что получится. Это будет просто попытка сделать предсказание, просто нулевое. Поэтому, действительно, линейная регрессия не подходит. Нужно что-то нелинейное. Что-то такое, что, когда мы будем суммировать, будет получаться что-то более сложное. И решающие деревья для этого подходят очень хорошо, потому что они, с одной стороны, простые с точки зрения вычислений, и быстро обучаются, и быстро предсказывают. С другой стороны, их можно довольно неплохо настраивать. Значит, можно выбирать у них сложность, просто контролируя то, насколько глубоко это дерево. С третьей стороны, они все-таки нелинейные, и поэтому, когда мы делаем их какую-то композицию, мы не получаем снова модель товара класса. Вот. Так что деревья являются хорошим выбором здесь. В принципе, теоретически, мы можем использовать что-то другое, но на практике используем деревья. Давайте посмотрим, как вы считаете, вот я напомню, что в случайном лесу мы использовали глубокие, как правило, используются глубокие деревья, потому что в случайном лесу мы хотим, чтобы базовые алгоритмы, которые мы объединяем в композиции, чтобы они имели маленькое смещение, потому что при усреднении смещение не будет мельяться. И при этом нам не очень важен, какой у них разброс, потому что, когда мы делаем усреднение, мы в основном разброс убиваем. Мы, по крайней мере, стараемся его уменьшить. А в градиентном бустинге, как вы считаете, что нужно использовать, какого типа деревья нужно использовать? Глубокие или не глубокие? Неглубокие. А почему неглубокие? Глубокие деревья всегда зло. Ну, в решающих лесах вроде как считается, что не зло. А в решающих лесах считается, что там можно брать глубокие деревья, потому что все равно подсоединяются. Единичное глубокое дерево, конечно, зло, потому что оно дико переобучится, и вы получите какой-то алгоритм, который ужасно настроился на шум, ужасно переобучился, и он будет давать плохой поползунь на дамбах. Значит, ну, ошибка там в любом случае какая-то будет, наверное. Но, да, правда, если, допустим, в качестве первого же алгоритма вы используете очень глубокое дерево, у него будет нулевая ошибка на нашей обучающей выборке, и все, и дальше процесс закончился. Мы уже получили переобученное дерево, одно одинокое, и дальше никакого улучшения не будет. Чтобы вот эта идея грезентного бутинга срабатывала, нам нужно, чтобы чтобы деревья были неглубокие, чтобы у них был маленький разброс. То есть неглубокие дерева, более простая модель. Более простая модель дает нам то, что разброс будет более маленький. Поскольку сама по себе вот эта схема постоянного уменьшения ошибки за счет добавления новых сладоимых, она сама по себе склонна к переобучению, мы хотим, чтобы уж по крайней мере базовые алгоритмы не слишком сильно переобучались, пусть и ценой высокого смущения. Поэтому используются соответственно глубина дерева это тоже гиперпараметр вашего грезентного бустинга. Там либо глубина дерева, либо количество, например, там по-всякому задают критерии остановок, но либо глубиной, либо количеством объектов в листе. Это все гиперпараметры нашего грезентного бустинга. Дальше. Количество этих деревьев также является гиперпараметром. Значит, общая. Количество шагов. М большое. Это то, сколько компонентов нашей суммы тоже является гиперпараметром грезентного бустинга, уже не относящимся к конкретным деревьям, а относящимся к самой процедуре бустинга. То есть количество шагов, learning rate, значит, это тоже гиперпараметры. Вот. Я могу сказать, что это гиперпараметры, давайте поговорим еще про разные модификации. В scikit-learn есть, собственно говоря, объект, который называется градиент, я не помню точно, как он называется. Короче говоря, смысл в том, что это градиентный бутылок над деревьями, соответственно, либо для задач регрессии, либо для задач классификации, и он использует, ну вот, что-то очень похоже на то, что я сейчас рассказал. Но есть более популярные библиотечки, собственно говоря, сейчас наиболее популярны три библиотеки для градиентного бутылка над решениями, простите, над деревьями. Значит, одна из них называется XGBoost, другая называется LightDBM, и третья – это CutBoost. Значит, вот, пожалуй, три нелетей, которые наиболее часто используются. То есть, если вы зайдете на Kaggle и посмотрите, что там люди используют для того, чтобы побеждать какие-то соревнования, то это будет, скорее всего, что-нибудь из вот этих вот пиралов. Они немножко отличаются по своим реализациям и по гиперпараметрам, хотя в целом набор гиперпараметров похож. По крайней мере, там, между XGBoost и LightDBM есть, если посмотреть документацию, в общем, понятно, например, какие параметры чему соответствуют. И, как правило, есть какие-то эмпирические советы о том, типа, какие параметры должны принимать какие-то значения. Значит, ну, опять же, как обычно это бывает, подбор гиперпараметров обычно делается, там, на практике, где они видят все, чем у вас есть просто. Возможные значения гиперпараметров просто выбираете какую-то сетку, меняется, там, количество глубины дерева, допустим, это будет, там, 4, 5, 6, 7, и, там, еще какие-то параметры. Ну, и дальше перебираете все. Значит, что покажет лучший результат на кросс-фолидации, то и будет использоваться. Вот. Значит, давайте скажу еще пару слов про XGBoost. Значит, в XGBoost используется не совсем такой алгоритм градиентного бустинга, как я сейчас рассказал, а там используется ньютоновский бустинг. И это вот какая история. Значит, вот если нам нужно... Давайте я скажу вам про метод ньютона для активизации. Значит, давайте представим себе, что у меня есть какая-то функция. Я хочу найти ее минимум. Ой, не хотел. Значит, у меня есть какая-то функция, и я хочу найти ее минимум. Не буду взять. Значит, градиентный спуск говорит, что мне нужно посчитать производную и двигаться, просто сделать шажок в сторону антиградиента. Ну, в данном случае у меня картинка одномерная, одномерная просто на стриксов. И движение в сторону антиградиента — это просто вот движение вот сюда. Соответственно, просто сдвиг вот в сторону с каким-то коэффициентом. В случае с методом ньютона мы делаем немножко другую штуку. А именно, мы приближаем нашу кривую. Вблизи вот этой точки мы ее приближаем некоторой параболой. Каким-нибудь вот так. А, значит, парабола, имеющая касание второго порядка с графиком нашей функции. В точке, ну, давайте я эту точку как-нибудь обозначу, просто она называется xnp. Значит, после этого мы говорим, хорошо, вот эта парабола должна хорошо приближать нашу функцию локально. Давайте повернем в том, что она будет хорошо приближать ей глобально тоже. И в этом случае давайте мы оптимизируем просто эту параболу и возьмем в качестве следующей точки, в качестве xnp первого, возьмем вершину этой параболы. Ну, а дальше повторим ту же самую процедуру. Значит, в этой новой точке снова рассмотрим некоторую приближающую параболу, снова найдем ее минимум и так далее. Значит, контрольный вопрос. Если наша исходная функция просто квадратичная, за сколько шагов сойдется метод Ньютона? То есть, если наша исходная функция сама является какой-то квадратичной функцией. За один шаг. А, да, совершенно верно. Вот я вижу, что два Дениса мне отвечают, а все остальные молчат. Тут есть кто-нибудь кроме нас троих? О, я понял. Три Дениса. Так, хорошо. Здесь есть кто-нибудь кроме Дениса? Александра. Отлично. Да, я помню, мы тоже уже писали что-то. Да, хорошо. Ладно, кто-то есть. Окей. Так, давайте я призываю активнее участвовать, отвечать на вопросы. Окей. Ну что, едем дальше. Значит, вот этот метод, в отличие от градиентного спуска, метод Ньютона требует вычисления производных, вторых производных. Ну, в данном случае я нарисовал просто картинку для одномерного метода Ньютона, не стал писать никаких формул. Если вы напишите следующую формулу, там где-то возникает деление на вторую производную, и это означает, по крайней мере, что вторая производная должна быть определена. Соответственно, если вы говорите про многомерный случай, то там вместо второй производной возникает матрица Гесса, и там возникает где-то обратная на этой матрица Гесса. Вообще, в общем случае, обращать какие-то матрицы – это затратная операция, поэтому, как правило, в общем случае люди не особенно парятся насчет того, чтобы использовать именно методы второго порядка, тех методов Ньютона при обучении каких-нибудь сложных моделей. Ну, просто потому, что проще сделать 100 шагов градиентного спуска, чем обратить одну матрицу там размера тысячи на тысячи. Поэтому, как правило, используют просто обычный такой градиентный спуск. Но для градиентного бустинга та функция, которую мы оптимизируем, она достаточно приятна с точки зрения использования методов второго порядка, потому что, ну, вот, как видно из вот этой формулы, значит, эта функция является просто суммой функции, каждая из которых зависит от своих перемен. Поэтому матрица Гесса здесь будет просто диагональная. Диагональная матрица обращать хорошо, и поэтому здесь достаточно приятно использовать вот этот самый метод Ньютона, и он на практике используется. Кажется, в XGBoost это метод, который используется по умолчанию. Про остальные два числа я не помню. Соответственно, в XGBoost используется O. там есть разные другие мелкие отличия, плюс ко всему XGBoost хорошо реализован, он умеет быстро работать, использовать все возможности вашей системы, и поэтому XGBoost сейчас, долгое время он был стандартным вообще инструментом, но сейчас его немножко теснят конкуренты LightGBoost, но тем не менее, тоже такой, я не знаю, я как-то пробовал использовать XGBoost и LightGBoost, но я больше мог, в той задаче, которую я решал, мне больше лучше сработало LightGBoost, но я, честно говоря, я не могу сказать, что так будет всегда. Давайте, может быть, раз уж пошла речь про разные библиотечки, я скажу полосок еще про CatBoost. Значит, в CatBoost другая главная фишка, значит, CatBoost это яндексовская разработка, и сейчас тоже завоевывает популярность. Значит, у них главная фишка состоит в том, что они хорошо умеют работать с категориальными данными. Собственно говоря, в названии CatBoost, Cat это не от кошечек, а от категориальных данных. Хотя в всяких картинках, которые они используют, кошечки рисуются очень часто. Значит, CatBoost умеет эффективно работать с категориальными данными, и стоит рассказать о том, как вам это делают. А, значит, вообще категориальные данные это некоторая всегда проблема для методов машинного обучения, потому что когда у вас есть слова величина, оба и менее понятно, что с ними делать, число оно и есть число. Когда у вас есть категориальные данные, их нужно как-то уметь либо превращать в числа, либо превращать в векторы, используя разные способы, как это можно сделать. Но главное, что если у вас есть просто какие-то категориальные данные, на которых нет никакой структуры, то есть нет, например, порядка на значениях, становится не совсем понятно, как именно их обрабатывать. Но, например, в Scikit Learn, насколько я помню, в алгоритмах, связанных с деревьями, используется такой совершенно дубовый подход. А именно, если у вас есть переменная, которая является категориальной, она просто кодируется в числа, как угодно. То есть, каждой категории ставится в соответствии просто какое-то число, просто порядка 1, 2, 3, 4, 5, 6. И после этого вот эта получающаяся числовая переменная скармливается уже стандартным алгоритм о состоянии решающей деревни. Минус такого подхода состоит в том, что никакая как бы мы создаем очень большой произвол в том, как именно мы кодируем эту категориальную переменную. У нас на исходной категориальной переменной нет никакого естественного порядка. А в числах есть естественный порядок. И, естественно, когда мы обучаем решающие деревья, мы, ну, как мы там делаем, мы берем какую-то точку отсечения, говорим, что вот все значения, которые меньше, относятся к одному куску, а все значения, которые больше, будут образовывать другой кусок. Соответственно, мы используем вот такие отношения больше-меньше. В частности, мы группируем вместе те значения, которые маленькие, те значения, которые большие. Если мы использовали просто абы какое кодирование нашей категориальной переменной, то понятно, что мы можем легко получить какую-то очень плохую вот такую группировку. Главное, что бессмысленно. Поэтому хочется как-то закодировать наши категориальные переменные в виде числовых, но как-то осмыслены. И в качестве такого способа используется следующее. Значит, можно кодировать значение категории переменной. Средним значением целевой переменной для данной категории. Представьте себе, например, что у нас есть какой-нибудь датасет типа Титаника, в котором мы знаем, как разные люди, бывавшие на Титаниках, спасались или не спасались. У нас есть целевая переменная, это человек выжил или не выжил. И есть разные другие переменные, например, есть категорийность каюты. Билет какого класса у этого человека был. Значит, в этом случае, если бы мы ничего не знали про то, как устроены билеты разных типов и как это влияло на вероятность спасения, у нас не было бы никакого оплёрного знания на эту тему. Мы могли бы просто посчитать, мы могли бы сказать, что давайте посмотрим, какой процент людей из тех, у кого билет первого класса спасся, у тех, у кого билет второго класса спасся, и у тех, у кого билет третьего класса спасся. Получили бы три числа, которые как бы характеризуют то, насколько разные типы билетов связаны с вот этой самой вероятностью спасти. И после этого мы могли бы закодировать каждое из значений нашей категориальной переменки, в данном случае закодировать каждое из классов билетов, закодировать числовую переменную, которая как раз равняется средней вероятности спастись для пассажиров вот этого класса билетов. И такое кодирование, оно более разумное, чем кодирование просто числами 1, 2, 3, ну просто потому что, по крайней мере, здесь возникает естественный порядок, как бы чем, значит, у нас эти самые классы оказываются упорядочены в соответствии с значениями целевой переменки, со средними значениями целевой переменки. И это такой популярный подход. В частности, после этого, если мы делаем какую-то группировку, мы разбиваем наши значения категориальных перемен на две кучки, то, по крайней мере, понятен, какой смысл этого разбиения. Как бы в одной кучке у нас окажутся те значения, для которых, скорее всего, целевая переменная будет иметь маленькое значение, а в другом классе, в другой кучке у нас будут значения целевой переменной, наоборот, большие. И в целом это популярный подход, но у него есть один минус. Он состоит в том, что когда мы делаем такое кодирование, мы используем значения целевой переменной. А потом мы это же самое, как бы вот эти вот построенные, подглядывая в целевую переменную, новые признаки, снова скамливаем нашей модели. Это, как правило, это плохая ситуация, которая называется утечкой целевой переменной, потому что она приводит к тому, что вы фактически даете вашей модели возможность таким неявным образом подсмотреть целевую переменную. Если модель умеет подсматривать целевую переменную при обучении, это, конечно, снижает качество ее предсказаний уже на тесте. Ну, просто потому, что если бы мы всегда давали студентам возможность подсмотреть в ответы во всех проведающих мероприятиях, то студенты научились бы хорошо подсматривать в ответы, но они научились бы решать задачи. Здесь примерно то же самое. Всякая ситуация, когда мы создаем новые признаки, используя не просто старые признаки, но еще и значение целевой переменной, приводит к вот этой проблеме, к утечке целевой переменной и связанным с этим переобучением. Значит, что... Как в Катбусте борются с этой проблемой? Они борются таким образом. Они последовательно генерируют значения для вот этих самых чисел, которые являются теми самыми кодами для категориальной переменной. Они генерируются последовательно таким образом, что для того, чтобы сгенерировать код для какой-то очередной строчки, мы используем данные, которые взяты не по всему датасетам, а мы используем только данные, которые взяты по предыдущим строчкам. Значит, вот по этим строчкам мы вычисляем средние для каждой категории, и после этого мы соответствующие средние подставляем вместо соответствующих категориальных переменной здесь. Благодаря этому у нас как бы на каждой строчке мы не подглядываем в данные по этой строчке, мы подглядываем только в предыдущие данные, которые с ними считаются как бы независимыми. Это позволяет избежать вот этой утечки целевой переменной, и это такое большое достижение, которое сильно улучшает работу алгоритмов ингредиентного бустинга именно в связи с работой с категориальными переменами. Есть разные другие способы, как люди пытаются бороться с категориальными переменами. Есть какие-то чисто криминаторные способы, когда выбираются какие-то комбинации этих самых категориальных переменных, которые как-то там тоже друг с другом группируют каким-то разумным образом, и вроде бы относительно эффективны. Но сейчас вроде бы кат-буст, по крайней мере, в этом секторе лидирует. Вот такая история про градиентный бустинг. Надо сказать, что я некоторое время потратил на то, чтобы попытаться понять, почему градиентный бустинг такой хороший, почему он приводит к хорошим практическим результатам. Я, честно, могу признаться, что я не понял, и у меня сложилось ощущение, что никто не понимает. Пока что это такой экспериментальный факт. Хорошо работает. Почему? Ну, не совсем понятно. Я видел какие-то объяснения, типа, что, ну, вот это такая вот там аддитивная модель, поэтому хорошо работает. Но, честно говоря, меня это не очень убеждает. Почему обязательно такая модель должна хорошо работать? Непонятно. Но, тем не менее, работает хорошо, и ценный навык состоит в том, чтобы разобраться с тем, как она работает, и тут полезно просто поэкспериментировать с разными датасетами, посмотреть на то, как разные депараметры влияют на лисадок предсказаний и так далее. Ну вот, как-то так. Есть ли какие-нибудь вопросы? Хорошо. Ну что, если вопросов нет, тогда, я, кажется, рассказал все, что хотел рассказать. Мы можем сделать перерыв перед семинаром. Спасибо. 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 Продолжение следует...